Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. И коротко о том, что вас ждет сегодня в выпуске. Осторожно, змеи! Два человека серьезно пострадали от укусов змей в Дагестане. О главном, о бюджете говорили на очередной сессии Народного собрания. На повестке дня около 30 вопросов. Ифтар в центре столицы России. Шатер Рамадана, представленный нашей республикой в Москве, принял более тысячи людей. Два случая нападения ядовитых змей произошли только за май этого года. В Казбековском районе гадюка напала на 4-летнего ребенка. Ему своевременно ввели антидот, нейтрализующий яд. Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. Его транспортировали в столицу республики. Здесь для его реабилитации врачи делают все возможное. Второй случай произошел в Сулейманстальском районе, где 42-летнего мужчина укусила гюрза. Ему также было введено противоядие. Сейчас пациент идет на поправку. В Минздраве сообщают, что дефицита противоядия в медучреждениях нет. Поэтому в случае нападения змеи следует незамедлительно обратиться за помощью в ближайшую больницу. Владимир Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию. Согласно документу, теперь медучреждения обязаны дать возможность близким посещать пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Неформальным инициатором закона считается актер Константин Хабинский, который поставил проблему перед главой государства в ходе одной из прямых линий. По словам артиста, в большинстве зарубежных стран родители и другие члены семей могут находиться рядом с пациентами, которым оказывается стационарная медпомощь. Дагестанские парламентарии сегодня собрались на очередной сессии Народного собрания. На повестке дня около 30 вопросов, затрагивающих почти все сферы жизнедеятельности. Особое внимание было уделено социальной тематике и бюджету республики. С подробностями Патима Тханапова. По традиции, в самом начале народные избранники высушили своих коллег, представителей фракции. Первыми у трибуны выступают коммунисты. Депутаты партии на этот раз поднимают вопрос, так сказать, отгонной медицины. По словам Салиха Гаджиева, более 70 тысяч жителей зоны отгонного животноводства не получают качественную оперативную врачебную помощь. Организация оказания медицинской помощи усложняется отдаленностью медицинских учреждений горных районов по территории зоны отгонного животноводства. Для получения кланов и медицинских помощи, да и просто обслуживания и диспансеризации, включая беременных женщин и детей, должны обращаться, к примеру, в Ахуасском, или, скажем, в Русском районе, который ЦРП. А вот готовность пляжей и лагерей к летнему сезону волнует депутатов единороссов. По словам Мухтара Оздиаджиева, городской пляж Махачкалы все так же в отручающем состоянии. Помимо покраски, беседок и инвентаря работы никакой не проделана. Сбросы канализационных стоков по-прежнему загрязняют море. Не решены вопросы разграничения прибрежных территорий. Часть пляжей находится в федеральной собственности, часть – в муниципальной. Отсутствует полноценное ограждение территории, исключающие появление на пляже бродячих животных. Отсутствует зонирование групп отдыхающих. Беседки и другое оборудование морально устарели. Может, функциональные и пригодные, но выглядят далеко не эстетично. Отсутствует доступная среда для лица ограниченными возможностями здоровья. Непосредственно к бюджету перешли уже после назначения мировых судей. Основные параметры остались прежними. Изменения же связаны с распределением средств из Республиканского резервного фонда, больше половины из которого выделят на образование. Так, 50 миллионов уйдет на поддержку педагогических кадров, уезжающих в село по программе «Земский учитель», а также 100 миллионов на реализацию проекта «150 школ». Изъявили участвовать в этой программе меценаты и муниципалитеты. Меценаты готовы внести 141 миллион рублей, и муниципалитеты 68 миллионов рублей. С учетом того, что есть отрепленность и можно реализовать дополнительно мероприятие по ремонту школ, предлагается направить дополнительно 100 миллионов. Это позволит еще участвовать 21 муниципалитету и осуществить ремонт еще 52 школ. Всего в повестке дня депутаты рассмотрели около 30 вопросов, в том числе оказание помощи детям-сиротам на муниципальном уровне, доработка градостроительного законодательства Дагестана и многое другое. Патимат Ханапова, Салман Гитихмаев, Хадижа Кадиева, Новости ННТ, Махачкала. Правительство Дагестана пытается определиться со стратегически важными проектами социально-экономического развития республики до 2035 года. В Дагестанском государственном университете народного хозяйства состоялась экспертная сессия региональной проектной команды. Итоги программы будут подведены только через 16 лет, но планы строят уже сейчас. Документ предполагает учет средств из федерального бюджета в размере 120 миллиардов рублей. При подготовке проектов ориентировались на эту сумму. В реализации выбираться от этого проекта и погружаться в базовый в тот момент, когда у нас появятся дополнительные источники финансирования. Не исключая, что там могут проявиться и другие проекты, не из базового сценария, не из инновационного сценария, а те, которые, например, нам сверху из Москвы направляются. Так, по линии ЖКХ предполагается рывок в сфере водоснабжения и водоотведения, а в части энергетики строительство малых ГЭС, использование геотермальных источников теплоэнергии. Также участниками была выдвинута идея расширения взлетно-посадочной полосы и строительства железной дороги к международному аэропорту Махачкалы. К празднику Роза Байрам в Дагестане будут отмечать пять дней. В честь окончания священного месяца Рамадан глава Дагестана принял решение об объявлении 5, 6 и 7 июня нерабочими днями. Сразу после идут два выходных дня. Таким образом, дагестанцы получат пять дней отдыха. Данная инициатива позволит создать людям благоприятные условия для совершения всех религиозных обрядов, связанных с важным для мусульман праздником. К ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций готовы. Сотрудники МЧС совместно с Минприродой Республики Дагестан провели мониторинг паводковой ситуации на реке Терек. Состояние реки ежегодно изучается специальной комиссией. Представители ведомства облетели участки водного объекта от Русла до Каргалинского гидроузла Кизлярского района. На сегодняшний день ликвидировано 18 прорывоопасных участков. Жителям Бабаюртовского и Кизлярского районов, проживающим на паводкоопасных участках, ничего не угрожает. Регистрация дронов станет обязательной. Об этом сообщает Минтранс страны. Беспилотные летательные аппараты в России обяжут ставить на учет. Россияне должны будут регистрировать аппараты весом от 250 грамм до 30 килограммов. Владельцы дронов обязуются сообщить о покупке в Росавиацию в течение 10 дней после приобретения. Законопроект может вступить в силу уже этой осенью. Шатер Рамадана в Москве представил Дагестан. Масштабный ифтар инициирован Духовным управлением республики. На поклонной горе столицы страны собралось огромное количество людей. Праздничный ужин рассчитан на более тысячи человек. В начале мероприятия от имени муфти республики с приветственной речью к собравшимся обратился богослов Казим Тимирбулатов. Если мы будем приносить пользу окружающим, несмотря на их вероисповедание, на их убеждение, на их национальность, если мы будем таковыми, ведь, посмотрев на нас, может человек принять ислам. Если даже он не примет ислам, но хотя бы у него взгляд изменится в лучшую сторону. Нашему телеканалу и радиостанции «Ватан» от имени председателя постпредства Республики Дагестан в Москве было вручено благодарственное письмо. Кроме разговения, приятной обстановки, ежегодно Дагестан представляет и праздничную программу. Горожане и гости столицы смогли увидеть выступления профессиональных национальных коллективов, услышать исполнение нашидов и многое другое. Вечер с Дагестана завершился коллективным дуа и праздничным фейерверком. Еще один ифтар прошел у подножья горы Ахульго. В масштабном мажлисе приняли участие все главы имамы районов горного территориального округа. До наступления вечерней молитвы ученые-богословы выступали с проповедями. Место для проведения ифтара выбрано не случайно. Гора Ахульго популярна для совершения зиарата – паломничества к священным местам. Здесь погибало множество горцев, борясь за свою свободу, и жители Дагестана чтят память о мощниках. Дистанционное образование получает широкое распространение не только среди абитуриентов и студентов. Теперь научно-педагогические работники Дагестанского гуманитарного института смогут пройти повышение квалификации по дисциплинам МГУ. Благодаря современным средствам цифровой связи в процессе обучения стало возможным получить не только предусмотренную программой информацию, но также консультации, разъяснения и ответы на интересующие вопросы. Подписание договора между московским и дагестанским вузом прошло пересобравшимися преподавателями и сотрудниками ДГИ. Я хочу сказать, что современное образование выходит на новые технологии образовательные. Это не просто желание каких-то лиц, каких-то концепций, стратегий. Это требование развития мира, растет конкуренция на рынке труда в мире. К середине этого столетия уже 73% работ будут связаны с искусственным интеллектом. И отсюда необходимость создания новых систем образования, новых университетов. Роберто Карлос не сможет оказать финансовую помощь Анжи. Бывший капитан Махачкалинцев жалеет о том, что команда может прекратить существование. Цитата. «Мне очень жаль этот клуб. Скорее всего, он исчезнет. Но я желаю, чтобы Анжи поскорее вернутся. Наличными помогать я не буду. Об этом и не может быть речи». «Но я хотел бы помочь Анжи в другом плане», – сказал Карлос в разговоре с журналистами. Бразильский защитник выступал за Анжи с 2011 по 2012 год. В составе «Желто-зеленых» он провел 28 матчей и забил 5 мячей. Напомним, что клуб из Дагестана испытывает серьезные финансовые проблемы. В этом сезоне Анжи покинул премьер-лигу и не прошел лицензирование футбольной национальной лиги. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч.